всем привет еще раз не уходите я думаю мы сейчас все настроим я сейчас приглашу еще раз катю катя появились я вижу катю приглашаю и все у нас получится не с первого но со второго раза у нас все получится ждем привет неужели смотри у меня видимо что-то тут с аурой с интернетом если будет еще такой косяк я опять вылечу ты просто продолжи рассказывать ну там какой-нибудь у нас мини знакомство будет вроде как все на знают но на всякий случай я еще давайте вам расскажу чуть-чуть про себя меня зовут катя я художник я очень люблю паттерны и наверное с паттернов да и не наверное точно началась моя активная стоковая жизнь сначала я точнее даже не я а меня подруга алена пнула на стоки на шаттер сток и сказал ты делаешь такие классные паттерны типа тебе надо их продавать это да да что можно их продавать и понеслась собственно и на ютубе меня многие узнали благодаря моему проект 1000 для стока где я в еженедельном формате выкладывал свои успехи и провал это я в том числе и вот шел такой мой рисовательный процесс и когда ты работаешь ты лучше понимаешь что тебе подходит что не подходит и я понимала что формат вроде как бы мне нравится делать паттерны картинки но как-то вот стоки в этом формате микро стоки меня не устраивают и так получилось что я узнала о существовании паттерн-банка благодаря опять же комментатором хорошие люди хорошие подсказки делают и влилась в паттерн-банк и теперь вообще мне кажется картинка в плане моих паттернов сложилась потому что мне очень нравится делать сложные интересные паттерны как ты говорила что у нас схожие мы вот художники которые зашли в тему паттернов и мне жалко когда я покупаю там за 10 центов за доллар за полтора то есть это неоправданное соотношение так сказать тех ресурсов которые ты потратил и то отдачу которую получил в итоге я в основном сейчас рисую паттерны для паттерн-банка на стоке я периодически что-то закидываю какие-то раскраски иллюстрации но вот красоту текстильную модную это все на паттерн-банк о чем не жалею вот вита про себя чуть-чуть я расскажу начну так же я художник и тоже люблю паттерны по образованию я архитектор и к паттернам я пришла уже будучи архитектором дизайнером работой по профессии но так сложилось что я переехала в другую страну и мне захотелось быть мобильной и очень не нравилась тема около стоков да все это говорили как рисуют под пальмами это была тема интересна но также я писала картины на холстах и это тоже было очень сложно с переездом потому что когда у тебя мастерская это одно когда ты переезжаешь у тебя нет места холсты метровые некуда девать и я присмотрела действительно к стокам и как-то вот мой круг сузился на паттерны когда я начала делать то есть я в принципе пришла к ним в процессе уже начав делать их мне у меня это как бы увлекло мне это нравилось и этот процесс был таким естественным постепенным и в принципе он длится до сих пор вот по поводу продаж аналогичное мнение паттерн банк достойная оплата работы именно по паттернам действительно не хочется продавать за копейки потому что подход к паттернам за это время у меня сложился именно с точки зрения моего арта какого-то творчества и подход можно назвать как бы немного такой интеллектуальный что ли с каким-то бэкграундом который у тебя есть сложился и во время архитектуры и дизайна и картины живопись поэтому я думаю мы в принципе с тобой сейчас и общаемся и это это большой плюс мне кажется потому что это интересно но это и в этом есть и боль как мы заявляли что боль почему потому что есть существуют некоторые тренды которые нам диктуют что тоже интересно с одной стороны когда есть какие-то ограничения ты знаешь что делать вот но с другой стороны у тебя есть уже какой-то твой костяк сложившийся в тебе на основе которой ты можешь творить именно то есть как бы не распространяясь на всевозможные темы которые тебе не интересны например у меня это было так что в начале когда я изучала паттерны вот что вектор это очень актуально что это востребовано что это нужно вот и в принципе сейчас сейчас отчасти я говорю об этом потому что наверное я определилась что мне нужно что я хочу делать и что мне интересно вот ну наверное закончим как бы на этом да но я долго хотела еще сказать что вот ты рассказываешь и у меня очень похожие ситуации мне кажется вообще идентичные потому что вот паттернбанк он меня еще и привлек именно растровой картинкой потому что тоже стоки это больше вектор потому что он более практичный для дизайнеров и в основном именно такие дизайнеры которые из кусочков там что-то складывают на стоках и закупают основную свой основной материал а на паттернбанке это уже и фабрики и какие-то частные производители которым нужен готовый красивый продукт и мне вот нравится создавать какие-то сложные паттерны то есть не просто сложить вот ну наверное все да через это проходили когда ты пару цветочков так взял разложил и типа о у меня бесшовная картинка вот но дальше ты развиваешься если тебе нравится этот процесс тебе хочется как-то его усложнить сделать интереснее сделать не так как другой человек ведь по сути вот эти паттерны из простых элементов их может и сам дизайнер сделать если он работает в какой-то студии а вот паттерны уже такие где там как-то переплетено все или созданные вообще ручным способом когда ты разрезаешь да листочек делаешь то есть это уже такая другая техника другая работа и вот такое это опять же мне кажется уровень вот художников на с тобой поэтому меня прям вообще дико ты радуешь что нашла подружку по душам расскажи как ты зарегистрировалась вообще как у тебя экзамен прошел давно как это было быстро просто легко мне показалось легко но я достаточно серьезно отнеслась к регистрации в том плане что я уже была я прочитала все условия естественно на паттерн банке я приготовила на тот момент когда я регистрировалась было шесть дизайнов паттернов которые нужно было предоставить я приготовила эти паттерны плюс по-моему я сделала даже различные мне кажется Катя слетела ну не то что слетела а будем продолжать я когда регистрировалась было шесть паттернов для экзамена я их сделала я извиняюсь и я думаю что сейчас мне нужно Кате все-таки присоединить а вот говорить и делать дела у меня одновременно не получается я паттерны научилась делать а вот эфиры еще не очень но у меня почему-то Катя не не присоединяется может быть ты сделаешь Кате запрос вот приглашаю я продолжу говорить Катя должна присоединиться сейчас то есть в принципе самое главное было это шесть дизайнов которые я должна была предоставить и там было еще письмо которое ты должен написать о себе почему то есть это наверное как на всех стоках на маркетплейсах почему должны тебя принять плюс нужно предоставить какую-то площадку где ты представляешь свои работы то есть какой-то аналог портфолио либо это Behavance либо это твой инстаграм на самом деле когда я присоединялась к паттернбанку я приложила только свой инстаграм вот но не это мой опыт и это было три года назад грубо говоря не точно не помню когда точно не советую на сегодняшний день делать так вот попозже можно об этом поговорить ты давно такая конкуренции такой не было я-то меньше года назад регистрировалась и проходила экзамен спрашивать сколько сейчас нужно паттернов у меня было по-моему двенадцать да сейчас двенадцать и до сих пор двенадцать еще до сих пор да двенадцать и вот расскажи там у тебя кто-то ну короче очень строгий сейчас да отбор я так поняла что почему то есть люди пишут что не принимают на вообще на площадку присылают отказ при том при том не проходят экзамены люди да они говорят что у них как бы много сейчас дизайнеров и они очень выборочно смотрят при том что мне писали очень интересные дизайнеры очень крутые у них дизайны плюс даже паттерн банк советуют вот мы говорим с тобой что растр да круто что но паттерн банк иногда периодически так присылает письма что желательно чтобы вы также делали вектор потому что этого мало и при и при том что человек делает вектор его тоже как бы не принимает но есть я как бы вывела да для себя какой то такой вот такие пункты на сегодняшний день какие которые нужно учесть для того чтобы попасть на паттерн банк точно ну и не знаю сейчас мы будем об этом говорить или когда будут вопросы будем обсуждать и тему регистрации экзаменов скажи ну я так считаю что нужно серьезно подготовиться к экзамену учитывая какие пункты это тренды если уже вы заново создаете да какие то дизайн специально для паттерн банка то это нужно как бы обратить внимание на тренды и сделать именно вот по их рекомендациям да в темы в тематику плюс сделать не самые простые как бы плюс это должно быть что-то отличающие чтобы что-то это ну не заурядное что-то было чтобы вас заметили как художника и мне так кажется что именно на это они смотрят то есть когда много дизайнеров и вот навыки да у нас как бы одни и те же навыки и мы их используем но не используем какую-то художественную часть какое-то свое видение мы становимся похожи на друг друга да да это вообще сейчас большая боль и мне так кажется я так чувствую что им это нужно лично от меня как бы такой совет это быть экспериментатором наверное вот в своих каких-то поисках да потому что паттерны можно делать из чего угодно то есть да техника у каждого у нас как бы своя но экспериментировать со своими техниками я думаю что от этого получится именно ваши паттерны как бы и они будут заметны угу согласна с тобой на сто процентов нас тут спрашивают скажите пожалуйста эти все паттерны я так понимаю для экзамена должны быть в одном стиле или разные ты что скажешь кстати когда я это присылала на экзамен у меня тоже был такой вопрос я решила послать разные в том плане чтобы показать что я могу и так и вот так вот то есть мне кажется что это неплохая тактика тем более когда сейчас 12 дизайнов и все сделать на как бы на один как бы на одно лицо мне кажется что если бы я сейчас подавала то я бы разделила например на 3 или на 4 подгруппы и сделала бы вот в одном стиле втором как бы третьем например как то так сделала я тоже помню что я уже не помню какие паттерны подавала но я что то какие то свои старые подборки мой любимый змеиный паттерн один из самых первых легендарный да 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 легендарный точно и ну то есть у меня была такая очень разношерстная подборка и в разных техниках и разные сюжеты в основном это была ботаника но также я что то типа каких то геометрических таких абстракций которые специально уже для паттерн банка нарисовала хотела туда грузить я тоже добавила поэтому тут опять же я согласна что ну показать что вы разносторонний художник очень важно потому что если вообще ты уже такой в своем становлении стиль он все равно всегда прослеживается даже если вы делаете какие то разные вещи все равно какие то ваши особенности в композиции какие то цветовые решения то есть всегда есть какая то объединяющая история которая ну покажет вас тем более что на паттерн банке там вообще ни ложки ни разу и они вот все это видят кстати у меня девочка была на консультации она как раз порадовала меня она ее приняли на паттерн банк так что в теме того что не принимают вот ей прислали ответ и ее утвердили так что можем поздравить людей поздравляем да так что то я еще хотела сказать по поводу этого а по поводу вообще экзамена то что я вот как раз большое сопроводительное письмо писала и делала там ацент как раз на том что я художник что мне хочется создавать какие то уникальные крутые вещи и с элементами там своих картин и еще так с чем-то с чем-то и мне кажется оно у меня очень такое весомое было вот ну и плюс я еще писала что ко мне очень часто обращаются с вопросом о покупке уже готовых паттернов и я написала что я не хочу их просто продавать на других маркетплейсах хочу вот у вас потому что вот один паттерн у вас есть я могу отправлять запросы на вашу площадку вот это я думаю тоже играло важную роль так что если кто-то собирается не письмо сопроводительное вообще не забивайте на него как раз очень важный пункт информации о себе зачем вам вообще это надо и вот именно с точки зрения коммерции потому что в первую очередь это площадка для того чтобы продавать вот и нам нужно чтобы там покупали чтобы там были классные люди вообще конечно с таким повалом людей на паттерн банк я заметила что там стало много появляться паттернов ну таких да как-то кстати меня этот момент даже притормозил но потом начали происходить у них какие-то перестановки что я прям ну вот я не понимала что но чувствую что-то не то то они не принимали как-то долго что-то что-то еще потом у меня как-то у меня поменялось немножко интерфейс поменялся внутри да как бы аккаунта а потом когда меня я попала в список дизайнеров как они там рекомендуемые называются тоже поменялось немножко есть новшества я могу похоже тоже рассказать об этом и я думаю что это сыграет на нашу мотивацию потому что интересные хотя в принципе сейчас можно сказать что вот например я сейчас загружаю паттерны я их я не жду модерации они сразу у меня появляются в списке да в магазине плюс мы можем сами поставить галочку на если мы попадаем в какой-то сезонный тренд да то есть если мы раньше как бы да там посылали и ждали вот хоть бы нас попали да вот уже у нас отметили при том что они редко это как бы вот отмечают насколько я видела вот сейчас мы можем это делать сами но опять же это конечно все под контролем и добросовестно должны к этому всему относиться вот и добавился такой фильтр для покупателей где они могут выбрать например вот список избранных дизайнеров да то есть они ставят галочку и выходит только список вот этих дизайнеров это прям круто да мне нравится конечно паттерн банк тем что он работает то есть ты вот рассказываешь про эти новшества о которых я кстати от тебя и узнала и это вот в очередной раз паттерн банк прям вот превозносит я поэтому и говорю да что то есть они работают над тем опять же кто к ним идет то есть стопудово будет сложнее туда попасть они не будут брать людей у которых уровень вот микро стоков скажем так и опять же то есть они уже и работают с тем что есть стараются как-то ну исправлять ситуацию потому что изначально когда я туда приходила там конечно была такая красота я сидела думал господи вот вот место где я должна тусить потому что здесь такие обалденные паттерны здесь люди просто творят красоту то есть не на шаттере я об этом думала но ты знаешь может быть еще такой момент что мы приходили туда новичками присматривались к этой площадке нам казалось тогда что это очень очень крутые дизайны а когда ты уже сам уже начал делать более интересные вещи может быть ты уже немножко как бы на другом уровне и смотришь немножко по-другому на это все ну ты с тобой согласна потому что это ты три года назад пришла а я то ну меньше года назад получается и ну то есть действительно там был поток новых людей да такой я до тех пор налазил и смотрю вот ну есть есть но опять же надо уже при том что меня удивляет эта ситуация что они не принимают даже сильные дизайнеры к ним стучатся а вот на площадке есть вот такое но я думаю что не стоит расслабляться однозначно потому что они над этим работают и это видно во-первых они начали да вот как бы выделять дизайнеров это раз во-вторых я думаю они точно так же будут выделять тех кто допустим там грузит раз в год и просто есть аккаунт я так думаю что еще связано это с количеством места да в пространстве их что они могут сделать и они будут фильтровать я так думаю чтобы было были новые дизайнеры поэтому как бы расслабляться не стоит не стоит точно не нам как бы не новичкам вот ты хотела как раз подвести вот итог всей этой истории всех трансформаций которые на паттерн банке происходят они все говорят об одном что надо постоянно работать и здесь не опять же не микро стоковая история чтобы фигачить фигачить семилляров там тонну и быть заметным а наоборот повышать свой уровень качество своих работ делать какие-то действительно трендовые модные штуки в хорошем смысле этих слов и ну гармонично правильно подходить к рабочему процессу для меня это просто сейчас тоже важный такой момент потому что опять же я очень люблю паттерн банк и не хочу там как-то сильно просесть продажи есть это радует но мне очень хочется прям прокачать свой профиль и вот мы с Витой очень хотим организовать какой-нибудь марафон движ чтобы вот взять и немножко прокачаться за три недели даже немножко поделимся своим опытом друг с другом и опять же наберем прям целую тусовку чтобы вместе было веселее и опять же вырываться за пределы своих возможностей вот почему собственно эфир этот и есть потому что ну очень-очень хочется и надо то есть я сама люблю делать какие-то ну продукты что-то делать что нужно мне вот поэтому сейчас активно рассматриваю такой вариант точнее уже не рассматриваю мы активно работаем над этим и обо всем естественно скажем потом после эфира там через день когда разберемся когда стартовать но сейчас еще давай на вопросы поотвечаем потому что у нас вопросы есть и сейчас я все открою вот еще по поводу регистрации спрашивали нужен ли паспорт я еще честно не помню мне кажется что там не нужен был паспорт нет паспорт не нужен нужно пройти экзамен двенадцать работ и письмо написать и серьезно написать его не так чтобы просто так отцепиться три года назад регистрировалась ты вообще уже наверное ничего не помнишь был еще вопрос как избежать белых швов при соединении кусков паттерна ну вообще мы когда делаем заливку паттерна мы это делаем через фильтр в фотошопе мы не складываем кусочки отдельно это я так кстати делала в первые разы когда еще не знала есть опция на этом ну да это как бы технический вопрос как бы ну это такое я решила что просто надо это немножко коротко и просто надо посмотреть уроки как заливать бесшовным паттерном пространство так люди пишут люди пишут сложно работать в холостую ты за ним сталкивалась вообще вначале кстати у меня есть я увидела этот вопрос и я задумалась вот ты мне задавала вопрос когда-то это было вот когда ты приходила на паттерн банк ты мне задавала вопрос когда у меня была первая продажа вот веришь я тебе тогда ответила я как-то промониторила это я нашла но сейчас я не помню мне кажется через месяц или через два у меня была первая продажа ну вот у меня тоже и у меня была она еще быстрее по моему даже по моему да вот но опять же стоки это такая сезонная история то есть мы все равно паттерн банк относим к макро стокам и здесь провалы могут быть то есть конечно вопрос хотелось бы более подробно узнать нюансы так сказать сколько работают в холостую если ты работаешь полгода в холостую то наверное что-то происходит не то вот надо покопаться в названии в самих картинках вот но опять же вот где-то месяц два или даже сейчас мне кажется я бы три месяца спокойно давала бы на какую-то раскачку вот а так у меня вот был период вот летом опять же провал потому что стоки как я и говорила сезонная история и это да это демотивирует реально потому что я прям немного остыла к этому мотивации такой финансовой нету и понятно что как бы может настроение падать но тут очень важно это осознавать что есть сезонность не потому что твои паттерны некрасивые а просто потому что не всем они сейчас вообще актуальны и там закупок никаких глобальных нету есть сезоны там перед новым годом когда там у нас весной там еще закупают что-то тогда да но лето вообще всегда везде проседает и ну сейчас в принципе нормально получать такие сообщения но у меня уже как бы процесс возобновился вот но опять же это может еще и говорить о том что не так много работ в портфеле что возможно нужно и разнообразие то есть тут очень много нюансов и такие вещи конечно уже нужно персонально разбирать но опять же первое нужно осознавать что такое может быть и если ты уже готов вкладываться то вкладываться и нужно так еще тут что у нас было сложно найти время имея работу в офисе тут опять же мне кажется вопрос приоритетов если вам это нужно то можно найти время я находила время для рисовавшей когда работала в офисе сколько у нас там выходных в году получается больше 180 по моему дней мне кажется что это такая тема на самом деле когда ты вот представить что мы рисуем только паттерны поверьте мне вы не будете рисовать 24 часа паттерны у меня всегда идет работа когда у меня параллельно есть еще какой-то проект вот ну я не знаю это может быть у меня так как бы то есть я более продуктивна когда у меня еще есть какой-то проект да бывает так что ну проекты которые занимают время действительно и много энергии и ты немножко там приостанавливаешься но когда ты меняешь сферу ты как-то вливаешься немножко по-другому да даже более более как-то живо я не знаю и я считаю что параллельно с работой можно начинать рисовать паттерны естественно не бросать работу и уходить потому что нужно понять твое не твое свой график понять сколько ты можешь рисовать как ты можешь это все организовать вот и в принципе влиться если в это не относиться да вот прям очень как бы прям вот что нужно просить работу и рисовать в одну корзину да да нужно спокойно влиться я на самом деле достаточно спокойно вошла вот в колею я рисовала мне это прям нравилось делать я просто рисовала и грузила рисовала и грузила я сильно даже не думала естественно что мне хотелось продавать но у меня не было такого вот момента что вот и все вот если меня не покупают там месяц-два то все я бросаю у меня даже такой мысли не было совершенно но это все шло от того что мне действительно это нравилось сделать поддерживаю вот и опять же вопрос мотивации и интереса я когда работала в офисе во время обеда у меня там ну есть периоды когда ты не работаешь ты не сидишь на фейсбуке и на ютубе а берешь и можешь начеркать там пару цветочков которые потом у тебя пойдут и сделают там десять паттернов я часто рисую во время фильма например у меня вот фильмы один паттерн во время фильмов не умею я фильмы смотрю по поводу сериалов тоже я не умею это делать я не знаю как вы это делаете это надо не смотреть если я рисую я рисую вот посуду даже помыть мне кажется не могу отдельно вот точнее вместе ну ладно давайте дальше так боль я так понимаю что придется изучать много информации опять же вопрос ну мотивации и желания вообще и плюс определиться не ну стараться объять необъятное да взять какую-то тему и спокойно изучить одну тему нарисовать паттерн с помощью той техники которую изучаешь потом постепенно взять другую тему и я считаю что ну как бы ну паттерны это только постепенно можно войти и сейчас я когда вот так вот оборачиваюсь назад и смотрю кажется что вот думаю ого вот и это и то я сделала а во время вот самого процесса достаточно все плавно и хотя информации вот было намного меньше когда я начинала сейчас ее больше слушай а ты говорила что ты мои видео смотрела смотрела я главное восхищаюсь думаю господи это просто богиня паттернов вот я себя самопровозглашенной королевой паттернов сделала в инстаграме а вид это к этому господи у нее такие работы шикарные а вид осмотрела мои видосики я думаю все место занято короля а ты богиня королева и богиня давай так я на самом деле когда изучала паттерны вот ты была очень в тему потому что действительно было очень мало дельной информации и если это была информация то это была такая в основном люди рисовали почему-то почему-то мне тогда я сталкивалась с детской тематикой очень часто котики ну не знаю почему может это так это я вот находила такую информацию я совершенно не против паттернов это просто не мое я не чувствовала как бы это и когда я натолкнулась на твой канал ты конечно вдохновляла на то чтобы творить спасибо блин это круто это прям вообще тоже мне в копилку такая мини-металька короче по поводу информации то что ее там много это наверное больше паника потому что если уже какой-то интерес к паттернам есть значит уже они делаются и для загрузки на паттерн банк там много информации это не нужно ну и на любые другие стоки и мне кажется что ну просто опять же да ты правильно сказала дозировано да исходя вообще если говорить про паттерн банк исходя из моего опыта моих испытаний испытаний всех вот этих стоков да почему-то мне кажется что паттерн банк самый вообще простой в загрузке да это точно и он такой классный так все интуитивно понятно и логично ну может быть первый второй там ты попробуешь там как-то да там где-то посмотришь информацию но в том это происходит вообще как бы интуитивно все очень удобно ну опять же люди вот с головой делали за что люблю так еще тут комментарий был более одна не приняли на паттерн банк во-первых если есть желание есть и возможности всегда можно организовать и повторную заявку вы можете поменять почту вы можете заменить там инстаграм я не думаю что они все прям составляют список аккаунтов которые к ним обращались но это важный звоночек чтобы просто переделать все да но к этому пункту нужно прийти только тогда когда все таки человек пересмотрит опять же свой портфолио свои работы и может быть что-то изменит может быть еще немножко поработает может создаст новое портфолио то есть я считаю что ну если бы меня сейчас не приняли на паттерн банк я бы наверное все таки уделила некоторое время и не спешила вот уделила некоторое время своему бэграунду именно связанным с паттерн банком ну вернее с паттерном ну правильно да я тоже так считаю так там спрашивали еще как часто грузите сам паттерн банк рекомендовал грузить типа паттерн раз в три дня по-моему мне что ли он писал вот но тут все индивидуально конечно я не помню кстати таких пожеланий от паттерн банка насчет загрузки но я выбила как бы свою формулу успеха количества загрузки и как часто если мы посмотрим каким образом обновляется лента на паттерн банке то мы можем увидеть что вот иногда вот ты загружаешь да прошло пару-пару минут после твоего паттерна уже 10-20 паттернов поэтому идеально вообще идеальная формула это всегда когда ты заходишь на паттерн банк видеть себя на первой странице там нет у них какого-то ранжирования ну есть моменты но это связано с продвижением паттерн банка тебя как дизайнера это отдельная тема но в плане того как ты появляешься на первой странице только это просто в порядке очереди все то есть если после тебя загрузила там 25-30 человек тебя уже на первой странице не видно соответственно если еще больше ты уже проходишь на вторую на третью страницу вот поэтому наверное все таки паттерн банк это так же как и на стоках я думаю грузить нужно постоянно ну конкретно ты вот сколько для тебя идеально сколько в неделю грузить идеально каждый день да это было бы классно давай дальше двигаться не могу понять делаю мало или делаю не очень трендово только две продажи ну надо было написать за какой промежуток две продажи некоторые сидят и по три месяца без продаж так что если это это уже хорошо однозначно если это несколько первых месяцев то это совершенно ну как бы это не страшно и я думаю что не стоит беспокоиться но и не стоит останавливаться вот самое главное потому что да это демотивирует это сложно но зато когда продажи я не знаю откуда у меня появляются силы у меня когда продажи я начинаю дальше это делать наверное это все вот такой вот да вот такой круг ты работаешь получаешь отдачу в виде продажи и это все так просто происходит ты каждый месяц получаешь в конце месяца свой заработок совершенно нет никаких сложностей ни с загрузкой ни с получением денег то есть от нас требуется только творить творить да классные штуки которые в моде так сказать сейчас но опять же слово мода оно такое вот главное тут не в ругательном смысле его использовать есть действительно актуальные вещи а есть не актуальные и вот от нас конечно требуется быть не то что даже во времени а на шаг впереди чтобы еще и предугадывать какие-то истории так что сделать чтобы попасть сто процентов на паттерн банк но мы вообще затрагивали эту тему вначале надо быть на сто процентов крутым и уверенным в своих силах в том что ты на сто процентов сделал все чтобы показать крутое портфолио и написать отличное письмо сопроводительные все твои ссылки усиливают весь твой профессионализм эффект твоего профессионализма у кого как вот ну и создавать классные опять же паттерны точнее это первая история посмотреть на паттерн банке что там в топах что в подборках в рекомендациях и честно ответить себе на вопрос как бы можете ли вы встать рядом да я бы даже выработала для себя мы все находимся вначале на разные да какой-то отметки и я считаю что наверное нужно создать какую-то стратегию для себя конкретно что мне нужно сделать потому что если ты уже крут как бы да то есть ты можешь написать письмо как ты говоришь да показать свой портфолио просто это правильно преподнести а например если человек еще учится как бы да то есть он немножечко должен все-таки еще больше пунктов добавить в свою стратегию да чтобы приблизить паттерн банку кстати у меня был сегодня еще один вопрос очень ну как бы продолжение вот этого вопроса спросили как понять что ты достоин паттерн банка такой вопрос на самом деле в этом вопросе столько боли как бы я помню тоже как бы себя именно поэтому я вообще на самом деле самооценка да как бы и обесценивание себя это очень важные вопросы в этом деле вообще мне кажется для художника это очень как бы актуальные вопросы просто нужно важно понять действительно свой как бы спектр да выбрать и исходить из этого кто ты ну то есть потому что если себя сравнивать да там с кем-то очень и очень крутым тоже считаю что не стоит вот ты всегда должен быть как бы посередине то есть всегда будут те кто только начинает а ты уже что-то знаешь но и всегда есть те к кому есть стремиться да к чему стремиться и адекватно посмотреть оценить себя адекватно не с точки зрения что ты себя обесцениваешь да все-таки поработать над тем что ты уже умеешь да все-таки похвалить себя я думаю что это очень важно я сама с этим работала у меня с этим у меня были скажу проблемы на всех этапах вообще своего творческого как бы видения да это было и в архитектуре и в живописи без этого и нет роста то есть вообще это всегда должно присутствовать понятно что это ну не в ну там восьмидесяти процентах всего тебя но оно всегда должно быть иначе ты тогда ничего не будешь делать нового ты будешь да и я думаю что если человек задается этим вопросом то в принципе он я думаю готов к паттерн банку потому что обычно новички новички они как-то вот иногда себя переоценивают больше чем недооценивают очень часто я сталкиваюсь с этим это вообще не в обиду а просто потому что ну вот есть люди они вот что-то новое узнают сделают и они рады ну это круто на самом деле классное качество в том плане что ну нужно как бы не уходить в крайности да то есть адекватно нужно к этому относиться и я думаю что вот этот человек который задал вопрос он уже как бы подходит к паттерн банку если он еще не там например вот и просто стоит себя как бы оформить вот я думаю так ну да этот синдром самозванца вот так вот пальцем задавить задавить да так что там еще так раздел трендов важный кстати вопрос как рисовать сразу как вышел новый раздел или ближе к сезону указано конечно же сразу конечно же сразу мы на самом деле работники тыла как бы фэшн индустрии грубо говоря так вот возьмем так эти тренды создавать чтобы мы уже были в подборке понимаете понимаете да и у покупателя должен быть выбор то есть уже заранее потому что от покупки нашего паттерна до готового изделия а это может быть и производство да у них там совершенно другие какие-то процессы это и печать а печать это вообще боль еще это мало купить наш паттерн паттерна пройдется пока еще это модели это очень-очень много процессов проходит и поэтому мы должны заранее и тренды это за два года это минимум вообще в принципе как бы насколько я знаю в этой индустрии так работает два-три года поэтому мы должны работать сразу реагировать но у меня не всегда получается это я вот говорю да мы должны сразу реагировать опять же это вот от чего мы начинали люди которые рисуют от того что они художники вот им не всегда легко подстроиться под тренды потому что ты на какой-то своей волне вот сейчас тебя вдохновляет какая-то тема и тебе хочется рисовать на эту тему и скажу что не стоит отходить от нее просто когда ты у тебя есть осмотренность ты можешь ухватить и использовать тренд уже в какой-то своей работе которую ты сделал у меня например продается паттерн со звездами который я сделала который я вообще подавала на экзамен паттерн банка он продается до сих пор вот я какой-то меняю цвет что-то там могу изменить и он опять как будто в тренде вот стоит и с этим поработать мне хочется тебя расцеловать вот ты говоришь я только хочу это сказать вот опять как мы одинаково на это дело смотрим и как важно что ты сказала что нельзя вот ну если у вас есть там желание рисовать это рисуйте действительно тренды это не история с тем что вот сейчас все рисуем чайники вы рисуете чайники вы просто вытаскиваете из этих трендов тренды тренд это бейни это течение это не конкретная установка уже готовая формула нет это все надо уметь чувствовать и в большинстве случаев творческие люди они как раз это все считывают это причем тоже тренируется все вся эта насмотренность весь этот опыт передачи вот сегодняшнего времени и будущего он тоже приходит с опытом реально можно этому тренироваться вот и здесь очень важно опять же от себя не отходить то есть если там появляется какой-то тренд опять же там звезды планеты астрология вот эта вся а вас вообще не прет не рисуйте вы не делайте но по любому какой-то из ваших паттернов можно под этот тренд как-то подстроить даже какие-нибудь там фоном под цветочки мелкие звезды нафигачить ну то есть очень много разных способов ну по крайней мере мы с виду юзаем чтобы какой-то уже готовый даже паттерн там 10-летней давности переоформить и сделать актуальным на сегодня и на будущие сезоны то есть это все можно сделать но главное вот опять же на своем внутреннем базироваться потому что только тогда какую-то уникальную картинку востребованную мы можем сделать да мне кажется вот отчасти наверное наш с тобой задуманный марафон будет про это да 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 вот я опять же наверное уже говорила в миллион раз очень хочу себя вот замотивировать сейчас ударно так зайти в рисование новых паттернов и как раз вот выйти как-то пошире немножко свои возможности прощупать потому что у каждого художника наступает такой период когда ты ну в своих же рамках какие бы они широкие не были ты все равно в них и тебе их уже мало ты и так и сяк уже все переделал все ресурсы свои ты знаешь и конечно брать новые и экспериментировать с каждым годом человеку вообще в любой отрасли становится сложнее но я знаю что в компании это всегда веселее вот и поэтому вот мы движ и будем делать чтобы как раз вот искать какие-то способы вдохновляться анализировать вместе опять же тренды и как правильно их вытаскивать и ну помогать друг другу а мы расскажем про марафон вот пишут вопрос что за марафон я думаю мы попозже немножко расскажем можно и сейчас потому что мы наверное уже закрыли да вопросы мне кажется да да вопросы мы закрыли скоро уже заканчивать надо поэтому можно да про марафон кстати да про марафон у меня например такая же проблема сейчас в том плане что мне нужна ну как мне не нужна мотивация мотивация у меня одна как бы она очень как бы это творчество и продажи в принципе как бы неотъемлемая такая часть я просто занялась как бы да еще одним своим проектом и я сейчас больше увлеклась каким-то да таким стратегией на паттерн банке в том плане допустим грузить эксклюзив или не эксклюзив пришла каким-то своим выводом и меня например старые свои какие-то да дизайны вот какой-то апгрейд делаю и я хочу подойти к паттерн банку тоже с какой-то новой силой в том плане что все-таки обратить внимание на тренды при том что последнее время они мне ну прям нравятся вот потому что если посмотреть параллельно и вдохновиться не только тем что тебе предлагает паттерн банк да параллельно да во всей вселенной в этом мире как бы да проходит какая-то красная нить по этим трендам проходит где-то у нас процвет где-то крутые дизайнеры поддерживают да уже на подиумах видишь все эти темы и это очень когда так интересно закручивается и ты хочешь быть частью этого тем более ты связан да как бы с этой темой и мне бы хотелось ну я думаю что ты тоже так видишь да этот марафон чтобы мы во-первых поймали эту мотивацию вдохновение чтобы мы вошли в эту колею струю да именно связанную с трендами вот и научились чувствовать и делать как бы само собой да то есть мы я так думаю что будем объявлять темы и очень можно широко к этому подойти это не обязательно что у каждого вот если объявляем звезды да то у всех звезды нет вот можно совершенно по-разному подойти к этому к этой тематике у кого-то там галактика у кого-то какие-то символы да всевозможно можно подойти по-разному к этому и я думаю что это будет очень круто когда много человек делает одно дело вместе. Во-первых, мы научимся друг друга каким-то фишкам новым, да, мы будем говорить про паттерн-банк, про стратегии, я так думаю, что мы можем поделиться этим, да, кто что там для себя подчеркнул, ну и вместе идти по вот этому. Плюс это, наверное, будет какой-то челлендж, да, то есть... Я себе, например, ставлю, да, я себе ставлю определенные задачи, я хочу сделать минимум 20 новых паттернов и новых для себя, ну, как бы немножко не совсем похожих даже на то, что я делала, может быть, и похожих, но с другим подходом. Опять же, хочется и продуктивность свою повысить, и у меня тоже есть мысли, ну, мы с тобой лично обсуждали, да, как это можно сделать, поэтому, да, вот у меня опять мысль какая-то была. А, опять же, про обратную связь. Чем мы еще с тобой крутые, мы можем круто разобрать, работая. То есть, если мы даем задание, что-то делаем, потом мы можем все это обсудить вместе, посмотреть, где круто, какой инструмент применен, насколько паттерн имеет там вау-эффект или не имеет, и главное, за счет чего, потому что, конечно, большой опыт, он дает мощную такую тему с аналитикой, с тем, что ты сразу видишь, где что-то не то, а где прям вау выстрелило и за счет чего. Так что от нас точно приятности, такие плюшки в виде профессионального обзора. Когда у тебя твое видение, это одно, а когда со стороны, это совершенно другое. И когда еще два таких видения. Нет, по-моему, часто приходят тоже, показывают работу, я говорю, вау, слушай, у тебя тут, я говорю, такие есть картинки, да, да что, это такая фигня. Я, вот, я говорю, с себя... Да, я с этим очень часто тоже сталкиваюсь. Очень часто такое бывает. Вот, поэтому очень важно, вот, не только свой трезвый взгляд иметь, но все равно, какой бы он ни был, он замыливается, и вот со стороны, чтобы посмотрели, это, конечно, очень бесценно, да. Короче, по поводу марафона, мы на следующей неделе все проанонсируем, расскажем, и уже будем активно с Витой готовиться, потому что все для вас, ну и в первую очередь, конечно же, для нас, потому что мы сами хотим двигаться вперед, делать классные картинки, и, опять же, быть не на шаг даже, а на два впереди, чтобы в актуалочке попадать в паттерн банка. Да, от этого и лучше, потому что как для себя. Да, да, да. Так, мне сейчас главное записать. Что? Главное записать. Мне эфир. Что записать? А, эфир, говорю, главное мне записать. А, да, да, все, эфир, кто спрашивал, будет сохранен? Вопросы, может быть, пролистнем? Всем спасибо, мы супер. Спасибо большое, я просто пролистываю еще. Так, девочки, планируете ли вы организовать курс, как пройти экзамен на паттерн банк? Вита готовит курс в следующем году. Я готовлю курс, большой-большой курс, просто инструкция по применению с большим... Я потом об этом все расскажу, на самом деле, но сначала у нас будет марафон, вот, и постепенно я буду анонсировать свой курс, он будет очень большой. Сначала это будет очень такой, в плане экспериментальный, да, как бы, несмотря на то, что он будет большой, я его готовлю уже полгода. Вот, это будет... Первый поток будет недорого, и я думаю, что это будет очень крутой вообще такой проект вообще моей, как бы, истории. Но об этом, наверное, попозже, потому что сейчас немножко, как бы, не про это. Еще про твой курс будем много-много говорить, потому что, мне кажется, я бы сама, опять же, за вдохновением пошла бы к тебе, потому что стопудово для себя новое что-то открою. Так, я еще разматриваю. Подойдут ли забавные, яркие, китчевые паттерны, более молодежные, что ли? Отвечай, Вик, пока еще вопрос. Ну, по моему мнению, подойдет все. И в том числе и то, что написано. Подойдет все, главное, чтобы это было вкусно, красиво подано. На самом деле, чтобы рисовать паттерн, не нужно быть... Кстати, мы с тобой заявили, я художник, я художник, такие мы все художники. Да, на самом деле, я к паттернам больше подхожу не с точки зрения какого-то академического рисования, да, а больше подхожу с точки зрения экспериментов. И на самом деле, если я, может быть, вот на марафоне, я покажу пару примеров, я не буду все раскрывать, потому что все-таки будет курс, да. Я покажу пару примеров, где совершенно простые вещи превращаются в крутой паттерн. То есть картинка на А4 продается за 150 евро. И это действительно круто. То есть, ну, по крайней мере, по моему видению, да, человек, который рисует паттерн, это очень хороший результат. Просто здесь нужна насмотренность и эксперимент, чтобы с тем, что вы умеете, неважно, что вы рисуете вообще, вкусно подать. Это да. Но опять же, кич, как яркая, вот есть тренды, и есть тренды на всю, на разную аудиторию. Если даже на паттерн-банке посмотреть, то мы там можем видеть и какие-то классические дизайны для какого-нибудь там Валентина, более такая розовая, цветочная, там, красной розы для Дульча Габбана той же самой. И что-то более, там, может быть, яркое, какое-то, экспрессивное для более молодежных брендов. Так что здесь очень, опять же, широко. По поводу продаж яркого и неяркого, допустим, да, прям такого. У меня продается и очень яркое, и прям вот очень блеклое, еле там какое-то, да, с намеком. Очень разные покупатели. Поэтому если это твое, тебя прет на что-то кислотное, сделай это круто, и это однозначно продастся. Вот пишут в плане, можно ли делать паттерны из фотографий. Однозначно можно. Я, кстати, у меня на курсе будет, я сейчас прям над этим работаю, целый, как бы, такой вот модуль, да, про микс-медиа, да, то есть из чего вообще можно делать паттерны. Конечно, можно. Точки. Вот у меня паттерны есть, где я сканировала живые цветы. У меня немного паттернов вообще с моих картин, которые написаны маслом. То есть, ну, много-много-много. Это такой большой спектр. Именно паттерны, это еще один большой плюс паттерна, где, вот для меня, например, это очень такой выход из положения. Почему? Если посмотреть на мое творчество, что в живописи, что в паттернах, очень разносторонние, ну, да, может быть, где-то там прослеживается, что это я делала, да, но у меня, меня тянет в разные стороны. Паттерны – это та территория, где ты можешь делать все. То есть, да, да. Да. Вот они меня тоже этим привлекают, что ты не ограничен. Ты ограничен вот рамкой своего холста в фотошопе и все. Но там реально столько. И то этот паттерн, опять же, мне кажется, есть что-то тонкое вот в том, что он бесшовный, что он как раз, имея ограничения, безграничный. Да, он такой. Поэтому с тобой очень комфортно в этой истории, потому что и рамки имеем, и в то же время делаем что-то бесконечное. На этой прекрасной ноте предлагаю завершать наш эфирчик. Подскажи мне, куда нажать. Ну, ты нажимаешь крестик, не крестик, завершить эфир. И все, что он там тебе будет предлагать – сохранить эфир, загрузить, куда-то добавить, добавляем, везде разберемся. Спасибо всем, кто пришел, кто позадавал вопросы. На следующей неделе тему с паттернами будем продолжать. Эфир потом на YouTube я еще тоже загружу, как убиты, потом скачаю. Все, все, спасибо, пока. Спасибо, ты вообще. Королева, ты моя. Богиня.